Также Сатурн замыкает людей на себе и организовывает тебе одиночество. Если ты в течение жизни не работал ради других, не заботился о благе других живых существ, твои мысли были направлены только на себя и только для себя, работа только для себя, то в старости его ожидает одиночество. Ты хотел быть один? Ты хотел жить для себя, так? Живи один. Понимаете, что психическая сила тоже вкладывается в банк, как говорится. Ты отдал свою любовь к окружающим, заботился, тебе в старости никто не бросит. Поэтому тот, кто заботится о молодежи в старости, он будет защищен. Поэтому старики должны быть мудрецами, они должны учить других, организовывать такие программы, семинары, собирать людей и рассказывать им, как надо правильно жить. И с этого момента он никогда не останется в одиночестве. Посмотреться, допустим, на с вами, на старцев, с вами это индийские старцы, по-русски если говорить. Серафим Саровский не был один, тысячи людей к нему шли, тысячи. У него не было времени скучать. Ванга до глубокой старости оставалась в постоянном окружении людей. У него не было проблем ни с деньгами, ни с чем. Но мы не Ванги, не Саровские, но маленькие, мы можем что-то сделать. То, что нам по силам, можем. Спасибо.